Привет, друзья! С вами Андрей Сайфудинов и сейчас мы идем покупать Sigma 85-ку. Первая моя Sigma. Первый мой неоригинальный объектив. Слушай, ну крутяк. Супер. Супер крутое обслуживание, очень понравилось, не реклама, но клевый магазин. И сейчас мы поедем в тихое место. Нет, 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 фирму не снимаем. Кто в курсе, тот догадается. Сейчас мы поедем в тихое местечко, распакуем, сравним эту 85-ку с этой 85-кой и сделаем несколько тестовых снимков в разных условиях. Поехали. Мы переместились в более тихое место, поэтому я тоже буду тихо говорить. И первое, что пугает в этой коробочке, это вот эта вот надпись. Фильтр сайз 86 миллиметров. Это экспресс-распаковочка. Давайте посмотрим, что тут у нас есть, кроме чеков, макулатуры. Кстати, что здесь? Все по-нерусски? Ладно, это не важно. Ремень и вот такая вот сумка. Все, здесь больше ничего. Вот такой вот целый чемодан. Чемодан очень толстый и его прям можно безопасно швырять и катать. Вот они 86 миллиметров против оригинальных 72 миллиметра. И по высоте, сейчас я сниму его, вот она разница. Обе 85-ки. По весу, кстати. А ну сравни. За кадром у нас Вася. Да? Ну-ка. Одинаковые? Одинаковые. Даже этот тяжелее. Угу. Но этот 1,100 кг должен быть. А этот не знаю. По-моему, этот 1,200 кг или 150 кг. Не знаю. Но этот тяжелее. Ладно, напишем. Окей. А ну-ка сравним с блендами. Если хотите не только круто снимать, но и круто выглядеть, то нужно покупать силу. Кайно нафиг. А что касательно конструктива. Сразу оно чувствуется, что все очень аккуратненько, стильненько. Классно. Прям не придраться. Никаких люфтов. Все мягенько ходит. Прям впечатление. Первое впечатление очень кайфовое. Что происходит с блендой? Кэноновской. Это вот бархат. И бархат набирает в себя пыль так, что он всегда выглядит неопрятно. Как его не чистим, он всегда выглядит вот этот бархат неопрятно. Потому что эту пыль оттуда, ну я не знаю как вытащить. У меня не получается. Здесь в этом плане более практично. Здесь такое ребристое. Я не думаю, что он будет как-то хуже работать против солнца. Но не будет выглядеть так неопрятно. Я не знаю как еще их сравнивать. Здесь можно кроме как сделать тестовые снимочки. И в описании к видео будут ссылочки на RAW и JP в одинаковых настройках. На одном и том же фотоаппарате. И на максимально открытой дырке здесь 1.4. Кстати, здесь 1.2. Но будем тогда уже, чтобы на равных, то 1.4. Этот тест и сравнение, конечно, не совсем в пользу 85-го Canon. Потому что этому объективу уже несколько лет. Но он изначально был, ну так себе, мягкий фокус, так скажем. Вот. Этот я рассчитывал, что будет порезче, чем. Вот. Скорее всего, это все-таки не тест бойня Canon против Sigma. Потому что этот БУ – это новый. Скорее всего, этот тест будет более полезен тем, кто… У кого БУшная 85-ка. И есть ли смысл переходить на Сигму 85. Либо кто рассматривает покупку 85 БУ либо нового Сигмы. Потому что в цене, наверное, плюс-минус они одинаковые. БУшные камни или новая Сигма. Единственная сложность, наверное, для сравнения будет тем, что солнышко у нас то выходит, то заходит. И сейчас переключаемся на Сигму. Во-первых, то ли разболтанность, то ли что. Сигма более жестко защелкнулась на фотоаппарате. Она гораздо больше по ощущениям. Прям гораздо. Не ручаясь, что то же самое расстояние. Плюс-минус небольшие сантиметры. И тоже несколько кадров. Тоже по центральной точке с теми же настройками. Экспозиция может измениться из-за солнышка. Именно из-за туч. Из-за облачков. И сравним. Потом посмотрим. Сейчас будет живой тест людей нашего города. Насколько они открыты, готовы улыбнуться перед камерой незнакомому человеку. Мне так кажется, примерно будет где-то один к семи. Васьк, ты как думаешь? Я считаю, что где-то один из семи человек может согласиться сделать фотку. Остальные скажут, нет-нет-нет, я тороплюсь и все такое. Один из трех, один из четырех ты думаешь, да? Ну хорошо, пойдем. Пойдем потихонечку в сторону машины и посмотрим и предложим. Клевый. Извините, пожалуйста, можно... Так, это 1-0. Да. Ой, какая... Извините, пожалуйста, ноль. 2-0. Так. О, я думаю, что... Извините, можно на секундочку у вас? Здравствуйте. Можно вам сделать снимочек и я вам отправлю потом бесплатно. Совершенно бесплатно. А? Не надо, не надо, спасибо. Чего такое? Ладно, не надо. Так, это считать... Папы рулят! Это считать за 3 или 4? Ну нет, это 3. 3-0, да? Человек, который согласится. Привет, привет, я Андрей. Давай сделаем тебе портретик, совершенно бесплатно. Давай, давай, давай. Один портретик, давай. Пожалуйста. Не так, чтобы согласился, но уговорили. Так, куда прислать ты знаешь, да? Да. Хорошо, пришли. Пойдем в машину скинем этот рюкзачок. Ох, дождь! Круто! Будьте добры! Девушка, пожалуйста. Ну, очень, очень, очень. В Киеве есть фотограф такой Хрисич, если я не ошибаюсь в Киеве. Вот, у него есть видеоблог, ссылочку оставлю в описании, как он ходит вот так к людям, незнакомым, подходит на улицу, предлагает фотографироваться. И тоже не всегда удачно, но он прям этим занимается. И как-то так стрёмненькое ощущение, вот так вот к чужому человеку, он на своих мыслях. Думаю, сейчас с меня деньги будут брать или еще что. Девушка, девушка, пожалуйста, нам очень нужен ваш портретик. Можно сделать портретик? Я вам в том вышлю. Совершенно бесплатно. Нам для блога. Хорошо? Хорошо. Спасибо. А как вас зовут? Аня. Аня? Угу. Просто буквально несколько портретиков. На ту сторону будет симпатичнее фон. Вы не сильно торопитесь, Ань? Нет. Хорошо. Чуть-чуть склоните голову. Да, отлично. Здорово. Да, спасибо. А куда вам выслать? Аня. Погода не располагает совсем к общению, конечно, останавливаться и как-то улыбаться, потому что холодно, ветрено и еще и мокро. Вот. Поэтому я боюсь, что это прям, прям провал нашей затеи. Хотя бы парочку портретов хотелось бы снять. Людей вообще ветром унесло и никого вообще нету. Где-то там мимо ходят или нас боятся. Идем сюда. Как тебя зовут? Алексей. Мне Андрей, очень приятно. Да. Облокотись, просто долго ждешь кого-нибудь. В общем, мы решили пойти по пути попроще. И Вася взял знакомого. И, собственно, сейчас сделаем несколько портретиков. Так, клевый Алексей. Так, сейчас я убегу подальше. Чуть-чуть. И как-то вот так. Леша, а как ты крутил усы? Покажи, что ты с ним идеал. Ну-ка. Ага. Отлично. А посмотри, пожалуйста, сюда прям в камеру. А попробуй чуть похмуриться, прям утрированно. Суровый-суровый. Ага, отлично. Ну, клевый. Спасибо тебе, Леша. Все? Да, классный. У девочки шапки теряют. Интересно, вот так вот на ходу снимать и потом, если выкладывать, это насколько законно вообще? Как думаешь? А, Вася? Я думаю, законно, если ты не продаешь эту фоточку. Да? Да. А, ну, типа общественное место да и все такое. Да, в общественном месте человек попал в кадр. Где кто-нибудь, чтобы выйти, снимите меня, сфотографируйте. Вот. А, ну да. Давай я тебя сфотографирую прям с камерой. Видно, что тебе очень холодно. Да. Давай расправить плечи. Горячий южный парень. Ну, прям мне нравится. Обидно то, что в Lightroom загрузишь и это такая серость будет. О, прикольно. Да, вообще классный. Слушай, ну, фокус кайфовый, достаточно. Цепки гораздо шустрее, чем у Canon'овской родной 85-ки. Бесит немного дленда, у нее практически нет фиксации. То есть она буквально при легком зацепе норовит слететь и сорваться. Вот пока единственный минус, нет, не единственный, ну и, конечно, размер еще. Здесь он слишком, слишком. Ну, вот такой более собранный, ага. И прям сюда можно посмотреть. Да, отлично. Хорошо. Я могу скинуть. Ну и следующий челлендж. Вот улица, она только что была полная. Сейчас никого вообще, ни души нету, как только мы пришли. И сколько времени займет, пока мы сделаем портретик. Согласуем с проходящей девушкой на этот раз. Парень был только что с девушкой. Как думаешь, сколько минут, Вася? 10 минут 5-7. 5-7. Я тоже так предполагал. Ну, посмотрим. Фон далекий, клевенький. Сейчас вот Марата снимали. Он такой, на плоском фоне получается. Хоть дырочка 1,4, но при этом, ну, нет пространства. Простите, извините, дайте один портретик сделать, пожалуйста. Я же лохматый. Это будет лохматый портрет. Это у нас тест-объективчика на самом деле. Да не сдерживай улыбку. Давай улыбочку легенько прям. Ну, пожалуйста. Я понимаю, я бы тоже очень стеснялся, если бы меня остановили так на улице. Чужой мужчина особенно. Отлично. Все. Спасибо. Слушай, ну, прошло всего 2 минуты и мы сделали портретики, настреляли. В общем, нескольких человек мы сегодня, наверное, счастливим этими портретами. Что? Что ты сказал? Классный. И на тестовых табличках сравним еще детализацию, резкость и фокус этого 85-го и Canon 85 1.2. Все. Поехали. И вот мы оказались дома за компьютером. Я сделал уже тестовые снимки. Canon 1.4, Sigma 1.4, Canon 2.0, Sigma 2.0. Эту всю папочку я тоже скину в облако. Под видео оставлю ссылку для скачивания. Именно так рассортированы. И каждый тест я делал по 3 снимка в одинаковых настройках Canon и Sigma. И давайте рассмотрим. Это Canon, это Sigma. В одинаковых настройках Sigma почему-то оказалось чуть-чуть темнее. И, кроме того, по расстоянию немного отличается. Так, давайте посмотрим поближе. Это Sigma. Сейчас выровняем. Штатив я не двигал с одного места, но видно, что Canon чуть крупнее снимает, чем Sigma. Ну, я думаю, это не особо имеет значение. Главное, что в снимках с Canon я сразу его отличаю по красному цвету на контрастных переходах. Вот контрастный он очень плохо держит. Вот эти вот пурпурные очертания вокруг темных предметов меня очень сильно раздражали. Не знаю, как во второй версии справились с этим или нет. Но вот в первой такая вот ерунда. Кроме того, что мягче фокус у него. Здесь, кстати, по фокусу не сильно не вижу особой разницы. Вот, можно попробовать посмотреть третий снимок из серии, например. Чтобы... Вот. Ну, как-то... Не знаю. Посмотрите и скажите, как по резкости. И давайте... Это ладно. Центр-то хорошо. Более-менее. У Sigma прям вообще хорошо. У Canon чуть бочкообразность, по-моему, есть. Фиолетовый есть. А теперь погнали по углам посмотрим. Итак, это Sigma. Это Canon. Явно, что у Canon опять-таки фиолетовые все эти хроматические аберрации, не резкость. У Sigma все более черно-белая. И, кстати, таблицу, если хотите, я приложу ссылку в описании. Итак, вот это кто у нас. Это Canon. Это Sigma. Снова Sigma выигрывает по резкости. И у Canon зеленый цвет в этом углу появился. Перемещаемся в другой угол. Нижний, левый. У Sigma заметна потеря резкости. У Canon еще сильнее потеря резкости. И у Canon опять зеленый цвет. И последний правый нижний угол. У Sigma все резко и черно-бело. У Canon фиолетовость и не резко. Так, что дальше? Давайте посмотрим Sigma на 2.0. И, соответственно, Canon на 2.0 откроем. Смотрим снова по центру. Это Sigma. Это Canon. Sigma резче. Меньше хроматических аберраций. И посмотрим углы. У Sigma все хорошо. У Canon потеря резкости. Фиолетовые хроматические аберрации. В другом углу зеленые хроматические аберрации. По резкости Canon проигрывает. Ну, в общем, примерно то же самое, что и на прошлом тесте. В общем, так. Все. Сильно на этом останавливаться не будем. Все приложу в описании. Пожалуйста, можете скачивать. И посмотрим, что я наснимал там. Это в магазине предоставили тест сфотографировать. Все идеально. Так. Это мы уже переместились в помещение. И снимали на Canon. Мягенький фокус. Есть, но мягенький. Эти фотографии тоже приложу. Так. Это все Canon. Вот. Вот это Sigma. Фокус здесь где-то на висках. То ли я промазал. Вот. Вроде больше похож на фокус настоящий. Вот. Ну, нет такой звонкой резкости, как я ожидал почему-то. Я думал, прям вообще будет резко-резко. Может, я слишком многого хочу от него. Вот. Эти все фотографии тоже приложу. Дальше. Чужих людей. Я не буду прикладывать. Вася знал, на что шел. Вася выложил. Так. Ну, и здесь... Я извиняюсь. Может быть, не объективный тест. Было холодно. Очень ветрено. Срывался дождь. Но снимали по горячим следам, пока купили объектив. Как только купили, начали снимать. Если будут предложения, и много предложений по тому, как сделать достойный ему тест, пожалуйста, пишите в комментариях. Если будет много дельных советов, то сделаем. Опять-таки, быстро-быстро снимаем уши в резкости. Раз. Ухо. Два. Ухо. Так. Ну, вот. Налицо хорошо попала резкость. Бакешечка. Я не знаю. Все эти рваные, нерваные, овальные, круглые баке. По мне, так, главная резкость. Чтобы баке было. Какой она формы. Уверяю вас. Клиент вообще не поймет. Мне нравится. Хотя, слышал, что у Сигмы какое-то не такое баке. Мне очень даже нравится. Красивое. В общем, эти снимочки снова резкость не на глазах, а где-то вот на висках. Эти снимочки тоже приложу в описании. Ссылочку дам. Смотрите. Пишите, как еще затестить, если надо. И что нас ждет дальше. Дальше я готовлю выпуск 5D Mark IV. Год использования. Отзывы, плюсы, минусы, достоинства, недостатки. Возможно, сделаем тест сравнения 5D Mark IV, 5D Mark III. Возможно, еще сделаем тест сравнения в хороших световых условиях 5D Mark IV и 6D Mark II. Пишите, что более интересное из этих тем. Готовлю еще кое-какие интересные темы. Так что ставьте лайки, если понравилось. Ставьте дизлайки, если не понравилось. Подписывайтесь. Жду комментариев. Спасибо за внимание. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok